МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кто такой городской кочевник?" На этот вопрос стараются ответить авторы выставки в Национальном музее Республики Казахстан. В Алматы открылась персональная выставка Елены Тё. Грандиозный торжественный концерт прошёл в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Подробнее об этом в нашем сюжете. Галоконцерт звёзд мирового балета прошёл в Театре Астана Опера. Казахстанские дизайнеры разработали предметы, которые мог бы взять с собой в дорогу городской кочевник. Здесь можно найти много интересных решений. Например, вот такой рюкзак-трансформер. Он представляет собой чехол для домбры, а его лёгкий каркас можно использовать как небольшой стульчик. Авторы экспозиции решили показать, какую они представляют себе повседневную жизнь городского кочевника. В процессе создания экспонатов они опирались на различные образы. Это деловая девушка-блогер, таксист из Шимкента, парень-домбрист. В разработке предметов участвовали и кураторы из Великобритании, которые подробно изучили культурное наследие Казахстана. Выделили очень интересные находки, которые, по их мнению, характерны именно для Казахстана. То есть чисто в визуальной среде, что они встретили того, чего они не видели в путешествии по миру. И их была задача создать кураторский брих, то есть задание для дизайнеров. Организаторы задались вопросом, что возьмёт с собой в путешествие городской кочевник. Удастся ли ему покорить мегаполис и сохранить связь со своими корнями. Дизайнеры постарались создать уникальные и удобные вещи. Например, плащ-трансформер, который можно носить как жакет или двусторонний чапан. Поскольку мы говорим о сегодняшнем дне, конечно, дизайнеры очень чётко эти вещи фиксируют о том, что вещи должны быть очень лёгкие, они должны быть многофункциональные, они не должны промокать, они должны хорошо держать температуру, не продуваться и так далее. То есть в зависимости от направления, конечно, все эти характеристики разные, но мы, как кураторы, конечно, очень строго следили за тем, чтобы вот эти суперсовременные какие-то стандарты, они обязательно соответствовали. Эта выставка открыла отечественным дизайнерам совершенно новый взгляд на то, какие предметы могут стать важными в обиходе казахстанцев. Издревле головной убор для кочевника был одним из главных атрибутов одежды и наделялся символическим значением. Его современная интерпретация не менее практична. Дизайнеры использовали качественные материалы – фетр, деним и светоотражающие ленты. Эти предметы отражают богатую историю Казахстана. Это поиск своей идентичности, своего пути и выражения. Всегда интересно посмотреть на что-то самобытное и в то же время современное. Думаю, эти объекты могли бы найти своё применение в жизни людей. Среди универсальных решений представлены такие находки, как сумка-коврик для отдыха, импровизированного дастархана и многоразовый набор посуды, который позволит сэкономить время на сервировку. Размышления над вопросами, кто такой городской кочевник, в какой среде он живёт, увлекли отечественных дизайнеров. Возможно, они создадут ещё множество интересных вещей, которые понадобятся казахстанцам в повседневной жизни. Мадина Алданова, Культвояж, Астана. Краски лета. Под таким названием в Центральном выставочном зале Алматы открылась персональная выставка Елены Тё. В экспозиции представлено более 60 разноплановых работ. С ценителями искусства художница не делилась результатами своего творчества уже три года и теперь представляет коллекцию картин, созданных за масштабный период её жизни. Представлено 70 работ. Живопись — это холст, масло. Картины с периода 1998 года по 2017. Есть очень свежие картины. Есть картины, которые стали историей для меня в разных жанрах. И натюрморт, и какие-то тематические композиции, и пейзажи. Елена создаёт неповторимый живописный мир. Пейзажи художницы написаны в светлых прозрачных тонах, а мастерские, исполненные натюрморты, отличаются изяществом и оригинальностью колористического решения. Однако в первую очередь взгляды гостей приковывают изображения цветов и великолепных букетов, полные нежных пастельных оттенков. Я хочу, чтобы мои картины приносили радость людям. И сама с удовольствием работаю. Для меня жить — это значит писать, писать картины. И картины мне помогают жить. Вот сейчас я увлеклась жанром портрета. Вообще планирую даже выставку сделать, портретную именно. Елена Тё занимается живописью без малого 30 лет. И практически столько же участвует в республиканских и зарубежных вернисажах. Её работы находятся в коллекциях многих стран мира. Сегодняшнее событие, по словам автора, является подарком городу и его жителям. Попытка сделать это лето незабываемым. Посетить выставку любой желающий сможет до 12 июля. Казахской национальной консерватории имени Кормангазы выпускникам вручают дипломы. Приглашаем вас на торжественный концерт в честь этого яркого события. В этом году консерватория выпускает рекордное количество дипломантов. С великолепными результатами будущие знаменитые музыканты, дирижёры, вокалисты и продюсеры покидают стены «Альма-Матер», отправляясь к новым свершениям. Со словами напутствия выступает ректор Аубакирова Женья Яхьяевна. Мы всегда одно и то желаем, чтобы у них счастливая дорога была, чтобы они внесли свой вклад в музыкальную культуру Казахстана, чтобы они радовали своих родителей, педагогов наших, чтобы не теряли связи с родной «Альма-Матер». Ну вообще мы как большая семья, мы увеличиваемся, а всё равно все общаемся. Огромное количество выпускников консерватории добились успеха и приобрели широкую известность не только на родине, но и за рубежом. Молодые музыканты, закончившие обучение в этом году, называют их имена с гордостью. Наша консерватория славится тем, что здесь выпускались такие знаменитые люди, как Алибек Гнишев, Емек Сиркебаев, Байгали Сиркебаев, мой папа выпустился, Еркен Сиркебаев, он композитор, пианист. И очень-очень много талантливых и одарённых людей. За время своего существования консерватория, открывшая свои двери в 1944 году, видела более 70 выпусков. И с каждым годом количество учащихся новых специальностей и знаменитых исполнителей только растёт. На торжественном концерте для дипломантов инструментальные и вокальные произведения исполнили самые талантливые студенты. С каждым годом всё больше талантливых выпускников покидают стены консерватории. Пожелаем им дальнейших творческих успехов. Арина Курьянова, Культ Вояж, Алматы. Незабываемый праздник танца состоялся на сцене Театра Астана-Опера, Туали Большого Театра России, Королевского балета Ковенгарден, Берлинской государственной оперы, а также звёзды казахстанского балета подарили зрителям незабываемый вечер. Открыли концертную программу праздничной овертюрой Жубанова в исполнении оркестра Астана-Опера. Далее для зрителей раскрылись все грани современного балетного искусства. Артисты берлинского государственного балета показали небольшое ПДД и спектакль «Многогранность» на музыку Баха в постановке известного испанского хореографа Начо Дуата. В танце артисты показывают, как великий классик играет на виолончели, где музыкальный инструмент изображает Элиза Кареллио Кабрера. Девушка отмечает, что влюбилась в Казахстан и обязательно вернётся сюда вновь. «Я нахожусь под большим впечатлением от организации фестиваля, от этого великолепного театра и очень сильной труппой. Мы вместе занимались. Это такие тёплые люди, они помогали нам. Я не чувствовала себя здесь чужой, а это очень важно. Мы, артисты балета, часто бываем в разъездах и находимся в разных странах короткое время, за которое невозможно проникнуться страной и её людьми. Но на этот раз я увезу в своём сердце большое тепло». Многие популярные в мире хореографические номера были впервые исполнены в Казахстане. Например, солисты Большого театра представили ПДД из балета «Дочь фараона» Пуни в постановке Лакотта и бриллианты из балета «Драгоценностью» в постановке знаменитого Джорджа Баланчина на музыку Чайковского. «Чем хорошо это одажа, зритель может просто наслаждаться слиянием музыки с танцем. Он может находить также какую-то историю и взаимоотношения между двумя людьми, находящимися на сцене. Потому что, наверное, даже если нет определенного сюжета, то всё равно два человека на сцене – это всегда какие-то взаимоотношения, это всегда отношения друг к другу определенного характера». Для американского танцевального коллектива «Bad Boy of Dance» – это первые гастроли в Казахстане. Для зрителей они подготовили зажигательное шоу «Рок за балой» на музыку из композиции группы Queen и Yoto. Руководитель труппы расширил границы балета, создав новый язык танца и объединив в своей хореографии классический балет с джазом, брейком, хип-хопом и акробатическими трюками. «Моя подготовка заключается в классическом балетном танце, но также и джаз, и гимнастика, и современные танцы. Поэтому, когда я полюбила так искусство хореографии, мне захотелось всё это воплотить в своих работах». В концерте также приняли участие казахстанские звёзды балета. В их числе заслуженные деятели Казахстана Мадина Басбаева и Герим Бекитаева, вернувшиеся недавно с победами на престижных конкурсах Москвы и Нью-Йорка, Бахтияра Дамжан и Серик Накизбеков, лауреаты международных конкурсов Еркен Рахматуллаев, Олжас Тарланов, Арман Уразов и Эльдар Сарсимбаев. Грандиозный галоконцерт звёзд мирового балета прошёл в рамках закрытия первого международного фестиваля Eurasia Dance Festival. За эти шесть дней, которые он длился, артисты успели как подружиться, так и обменяться опытом. Альфия Хайдарова, Культвояж, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова